Ребята, всем привет! С вами Николай Сверидов, и сейчас я покажу вам тот функционал гита минимальный, который будет необходим нам для того, чтобы эффективно взаимодействовать в рамках нашего курса по основам Python. То есть, чтобы вы могли делать коммиты, чтобы вы могли пушиться в удалённой репозитории и создавать пул-реквесты. Давайте с вами начнём с того, где же найти информацию по установке гита. Мы просто вбиваем в поисковике гит-установка. Первая ссылка, которая у нас здесь влезает, это сайт, на котором очень хорошо расписано, как это всё делается. Тут есть установка в Linux, установка в Mac, установка под Windows. Я думаю, что большинство будут ставить под Windows, то есть вы выполняете шаги, которые здесь указаны, ничего сложного там нет, ставится как простая программа. После этого у вас в вашем терминале будет доступна команда гит. То есть, если вы её введёте, он выведет информацию по тому, какие команды есть у гита. Вот version, по-моему, есть такая команда. То есть, мы проверяем, что гит у нас стоит, git version 2.23.0. Что же такое гит? Гит это система контроль версии, которая позволяет вам работать в команде над одним проектом. Это система версионирования, которая позволяет вам продуктивно делать какие-то крутые штуки в вашем проекте. Что нужно сделать дальше? Дальше мы должны зайти на сайт GitHub, зарегистрироваться на нём. Я думаю, регистрация это несложный момент. И после этого у вас появится ваша учётная запись здесь с репозиториями. Вот у вас будет такой интерфейс. У меня уже тут какое-то количество репозиториев есть. Допустим, мы хотим создавать новый репозиторий. Нажимаем зелёненькую кнопочку и пишем репозиторий name some example repo. Так, он показывает нам, что это имя репозитория доступна. Опционально оставляем какое-то описание. Делаем репозиторий. Но я советую делать публичный в нашем случае. И сделаем инициализацию с Redmi файлом, чтобы можно было сразу его создать. Нажимаем create репозиторий. У нас идёт создание нашего пустого репозитория. Всё, репозиторий готов. В нём один пустой файл Redmi. Что нужно сделать дальше? В вашем репозитории у вас есть вот такая зелёная кнопочка. Вы нажимаете код. Здесь есть вот эта команда clone. И выбор, как вы хотите клонировать в вашей репозитории. HTTPS, SSH или GitHub CLI. Я не знаю, что такое GitHub CLI. Я пользуюсь обычно HTTPS. Мы берём и нажимаем вот эту кнопку. У нас копируется в буфер обмена вот эта ссылка. Дальше мы должны сделать следующее. Мы должны перейти в терминал. Так, чтобы было видно хорошо. Значит, ls. Где мы находимся? Команда ls позволяет нам посмотреть папки, в которых мы находимся. Давайте я зайду в папку pycharm.cd pycharm.projects, где я держу свои проекты питона. И в этой папке, внутри неё, я сделаю git clone и вставлю то, что у нас в буфере обмена. То есть ссылку на мой репозиторий. Нажимаю Enter. После этого идёт клонирование репозиторий. У вас, скорее всего, при первой попытке сделать это, консолька запросит логин и пароль. Вы вводите логин, нажимаете Enter и вводите пароль. Когда вы будете вводить пароль, не обращайте внимания на то, что у вас, ваш ползунок, он не печатает символы. Это нормальная ситуация. То есть ввели пароль, нажали Enter. Это специально так сделано. Значит, у нас произошёл unpacking objects, всё хорошо, done написано. И у нас клонировался репозиторий. После этого мы идём в pycharm. Это наша среда разработки. Это наша IDE. То есть здесь у нас есть файл, new project. Открываем. Файл new project. А, прошу прощения, new project. Файл open. Мы выбираем open. После этого он предлагает нам выбрать что-то, что можно открыть. Мы выбираем здесь pycharm projects. И выбираем наш example. Мы ищем его в списке. У меня тут много всяких репозиториев. Мы ищем... Так, как у меня репозиторий назывался? Сам example repo. Сам example repo. Нажимаем open. И выбираем... Ну, пускай this window, чтобы в этом же окне открылось. Хорошо. У нас открылся наш пустой репозиторий. В виде проекта. Здесь у нас никаких файлов, кроме redmi, нет. Нам нужно... Нам нужно теперь проверить, что у нас действительно... гид видит наш этот проект в виде репозитория. Значит, гид... Набираем статус. И он нам выдает сообщение onBranchMain. На главной ветке. Your branch is up to date with originMain. Это значит, что вы работаете... И вы находитесь сейчас в главной ветке вашей разработки. И она у вас обновлена до последней версии. Предположим, мы с вами начинаем нашу домашнюю работу делать. Или что-то из этой серии. Вы создаете директорию с папкой lesson1. Нажимаете ОК. Предположим, что у вас здесь будет файл класс Work1. Нажимаем Enter. И он спрашивает сразу. Do you want to add the following file to git? Нажимаем Add. Вот у нас зелененьким подсветилось то, что файл добавлен. Делаем то же самое для файла HomeWork. Допустим, 1. Задача 1. Что-нибудь из этой серии. Допустим, вы случайно нажали Cancel. Это не страшно. Видите? Красным он поджигает наш файл. И говорит, что... Тем самым, что он не добавлен в git. Git его не тратит. Он его видит, но он не берет его в следующий Commit. Commit это когда вы вносите изменения в вашу ветку, в которую вы разрабатываете. Если мы сейчас хотим посмотреть, в какой ветке мы находимся. GitBranch набираем. Он нам говорит, что мы сейчас на ветке Main. Я рекомендую новые домашние работы делать в новых ветках. То есть мы сначала создадим себе новую ветку. Для этого мы делаем git checkout. Это значит команда переключения на ветку. Минус B. Поскольку мы новую ветку создаем. И пишем HomeWork 1. Он нам написал, что он перекинул нас на ветку HomeWork 1. И смотрите. Он сразу здесь словил количество файлов, которые он сразу же рассматривает в качестве изменяемых в нашей ветке HomeWork 1. Нам осталось теперь... Вот мы тут какие-то изменения вносим. Что-то печатаем в наш файл. И теперь мы, допустим, сделали домашнюю работу. Мы хотим эти файлы закоммитить. То есть сказать, что так, все. HomeWork 1 мы закончили. Надо как-то внести эти изменения. Вот здесь вот сверху есть такая зеленая галочка в PyCharm. Мы на нее нажимаем. И вот здесь вот куча-куча всякого мусора вылезла. Видите? То есть мы эти файлы не создавали. Они тут по какой-то причине лежат. Это файлы, созданные нашим PyCharm. То есть, чтобы они сюда не попадали, вы делаете новый файл. Пишите точка git ignore. И добавляете этот git ignore в свой гид репозиторий. И теперь мы должны перечислить наши файлы, которые мы не хотим, чтобы сюда попадали. Значит, мы в таком случае... Так, у нас... Вот точка ID, например, файл. Мы должны написать slash ID. Вы можете не думать над смыслом того, что здесь написано. Просто в своих git ignore файлах потом это все проставьте. Он их все равно видит. Но мы... То есть мы не хотим, чтобы это коммитилось. Мы снимаем выделение у папочки idea. Мы оставляем только у lesson1 и git ignore. Вот как-то так. И после этого мы здесь пишем commit message. Ставим update. Первая домашка. Ну, если вы забудете эти файлы, исключите с коммита, ничего страшного. Я все равно найду вашу домашку после этого. Смотрите, здесь есть такая выпадающая стрелочка снизу, рядом с коммитом. Commit and push. То есть вы можете нажать сразу на вот это все барахло, и у вас здесь появится сообщение внизу. Видите? To files committed. Первая домашка. И все, что нам остается сделать, это нажать push. Вот он пишет pushing. Он пушится в удаленном репозитории. Push successful. То есть у нас домашка улетела в удаленном репозитории. Смотрите. Точнее не домашка, это классная работа улетела. Вот смотрите, домашку мы не добавили. То есть мы забыли там галочку поставить. Еще раз давайте сделаем так, чтобы у нас домашка попала в наш удаленном репозиторий. Мы с вами идем и выделяем homework 1. Первая домашка. Давайте. Смотрите, что будет, если вы нажмете commit. Это значит, что ваши изменения, они закоммитятся только локально. Удаленно они не улетят пока. Чтобы они улетели удаленно, нужно написать команду git push. Вы нажимаете и то же самое происходит, что и в предыдущий раз. У вас ваша домашка пушится на удаленной репозитории. Все, дело сделано. Домашку вы отправили. У вас теперь следующая задача. Вам нужно поставить pull request. Давайте обновим страницу с нашим репозиторием. Вот у нас появилось, что у нас две ветки. Мы сейчас на ветке main. Можно переключиться на ветку homework 1. И вы видите, что здесь появилась папка. В папке у вас два файла. Нам нужно сейчас поставить pull request. Это запрос на внесение изменений в нашу главную ветку. Чтобы изменения из ветки homework 1 могли туда попасть. Мы заходим в pull requests. Нажимаем new pull request. И вот здесь написано compare main в main. То есть main с main мы не сравниваем. Нам это не надо. Мы хотим сравнить ветку homework 1 с main. Он показывает, чем у вас отличаются, какие изменения вы вливаете в вашу ветку main. И нажимаем теперь после этого create pull request. Мы пишем, что первая домашка. Создаем pull request. Поздравляю, pull request создан. Здесь идет проверка на конфликты. И вот то, что нужно прислать в виде pull request, то есть ссылка, которую надо прикрепить. Вы берете эту ссылку, ее копируете и вставляете себе в ту строчку, где вы должны будете поставить ссылку на домашнюю работу. Предположим, что вы взяли эту ссылку, прикрепили к домашке, у вас все замечательно, все хорошо. Я дальше буду заходить, смотреть ваши домашки, вот здесь, где files changed. Я буду оставлять вам какие-то комментарии. Например, добавь сюда еще что-то. И нажимаю добавить комментарий. Значит, все, комментарий здесь прикреплен. Вы потом можете мне на них отвечать, вы можете их читать. То есть все. Удобство в том, что я могу адресно, то есть прямо рядом со строчкой вашего кода, написать вам какой-то комментарий, обратить на что-то внимание. Это очень удобно. Мы можем с вами вступать в переписки по животрепещущим вопросам. Дальше, когда я проверил вашу домашнюю работу и поставил оценку, вы должны зайти в опять в Pull Requests. То есть в ваш Pull Requests, который сейчас у нас открыт Homework 1. Не забудьте, пожалуйста, не забывайте, пожалуйста, это делать. Вам нужно сделать после проверки домашней работы Merge Pull Requests. То есть чтобы у вас изменения попали в вашу мастер-ветку. Вы нажимаете Merge, подтверждаем Merge, у вас происходит слияние веток. То есть теперь у вас изменения из ветки первой домашки, они попали в главную ветку. И теперь ваша главная ветка изменилась, она забрала изменения в вашей ветке Homework 1. Давайте с вами в этом убедимся. Давайте зайдем в репозиторию. Вот сам экзампл рэпа. Вот смотрите, здесь Homework 1 и Main. То есть если вы переключитесь, содержание никак не поменяется. То есть они у нас сейчас в одинаковом состоянии находятся. Но при этом давайте вернемся с вами в PyCharm. Мы сейчас посмотрим. Здесь я делаю git checkout master. Мастер или main это main, наверное. Да, main. Git checkout main. Раньше эта ветка до Black Lives Matter называлась мастер. Сейчас она называется main. Значит я нахожусь на ветке main. Можем в этом убедиться. Команды git branch. Вот он показывает, что мы на main. И смотрите, у нас здесь в main нет никаких домашних работ, ничего. У нас все поменялось. То есть как только вы переключитесь на окно project, у вас эти файлы исчезнут. И казалось бы, почему? Ведь у нас вот здесь файлы есть. Почему же их здесь тогда нет? А дело все в том, что это репозиторий локальный. А это удаленный. В удаленной репозитории мы уже внесли изменения. Нам теперь нужно эти изменения забрать из... Ну то есть это называется спулить ветку удаленную. Обновить до актуальной версии. То есть мы с вами должны что сделать? Во-первых, мы переключились на ветку main из ветки homework1. А теперь мы должны сделать команду git pull. Все. У нас подтянулись изменения. Если мы кликнем на наш проект, мы увидим, что добавились сюда наши волшебные файлы. Соответственно, приступая ко второй домашней работе, вы создадите тут... Можете начать с того, что сделать git checkout-b lesson2. Вот вы перейдете на ветку второго урока. Давайте в этом убедимся. Git branch lesson2. А, ну, lesson, да, homework. Тут у нас на ветке по-разному отличаются. Я думаю, суть вы уловили. Вы делаете здесь домашку в новой папке. Точно так же коммититесь, пушитесь, ставите pull request. Потом я проверяю. Мерджим. И обновляем ветку main до актуальной версии. И вот так вот мы с вами работаем. Я думаю, что это полезный и очень небольшой функционал, который вы должны будете освоить в ближайшее время до второго, до третьего урока. Давайте с вами вот так вот посмотрим. Тут ничего сложного нет. Если вдруг забудете, пишите мне или посмотрите эту видеоинструкцию еще разок. Вот как-то так. Продолжение следует.